7 класс, 17 серия – медиана треугольника. Медиана треугольника – это отрезок, соединяющий вершину треугольника с серединой противоположной стороны. Если противоположную сторону разделить пополам, найти точку в середину противоположной стороны и соединить эту середину с вершиной, то как раз получится медиана треугольника. У треугольника три вершины. Можно провести три медианы из каждой вершины. Провести такой отрезок, соединяющий вершину с серединой противоположной стороны. Любой треугольник имеет три медианы, и все три пересекаются в одной точке. Причем эта точка находится во внутренней области треугольника, внутри треугольника. Биссектриса треугольника – это отрезок биссектрисы угла. Биссектриса треугольника – это луч, имеющий начало в вершине угла и делящий угол пополам. Так вот, если провести луч, делящий угол пополам, а затем найти точку пересечения этого луча с противоположной стороной, и получится отрезок, соединяющий вершину треугольника с точкой противоположной стороны. И этот отрезок называется биссектрисой угла треугольника. У любого треугольника три вершины, значит, три биссектрисы можно построить. Причем все три биссектрисы находятся во внутренней области, и все три пересекаются в одной точке. Высота треугольника – это перпендикуляр, проведенный из вершины треугольника к прямой, содержащей противоположную сторону треугольника. Если треугольник остроугольный, все углы острые, то все три вершины будут находиться во внутренней области треугольника, и все три будут пересекаться в одной точке. Но если треугольник тупоугольный, то высоты, вернее, не высоты, а их продолжение высот будут пересекаться во внешней области треугольника. А если треугольник прямоугольный, то точка пересечения высот находится в вершине прямого угла. Давайте мы сейчас рассмотрим первую задачу. Там как раз рассматриваются три этих случая, когда треугольник остроугольный, тупоугольный и прямоугольный. Так, первая задача. Начертите треугольник, проведите высоты. Всегда ли точка пересечения высот или их продолжений находится в одной из вершин треугольника? Так, давайте сначала рассмотрим остроугольный треугольник. Вот первая высота уже проведена. Так, теперь из второй вершины опускаем перпендикуляр на противоположную сторону. Все три высоты пересекаются в одной точке, и они все находятся внутри треугольника, во внутренней области. Если треугольник тупоугольный, то высоты… Посмотрите, вот эта высота, вот эта высота, вот из этой точки мы опускаем высоту, вот она. Эти высоты находятся во внешней области треугольника, и только одна высота находится во внутренней области. Точка пересечения продолжений высот, вот эта точка, находится вне треугольника. Так, если треугольник прямоугольный, с прямым углом, то посмотрите, пожалуйста, две высоты совпадают со сторонами треугольника, и только одна находится во внутренней области. Точка пересечения трех высот совпадает с вершиной прямого угла. Вторая задача. Начертите. Остроугольный разносторонний треугольник АВС. Что значит остроугольный? Значит, все углы в этом треугольнике острые. Разносторонний. Значит, длины всех сторон имеют разную длину. Так, надо провести медиану АО. Для того, чтобы провести медиану, надо отрезок ВС разделить пополам. Точка О – это середина отрезка. Затем соединить отрезком точки А и О. Это медиана. Так, бисектриса АЕ. Чтобы провести бисектрису, надо угол А разделить пополам. Надо провести луч, делящий угол пополам. И там, где этот луч будет пересекаться с ВС, там как раз и надо отметить точку Е. Это бисектриса угла треугольника, отрезок АЕ. Ну и высоту надо еще провести АФ. То есть опустить перпендикуляр из точки А на прямую ВС. Поскольку треугольник остроугольный, высота будет находиться во внутренней области треугольника, наименьшую длину имеет перпендикуляр. Это кратчайшее расстояние от точки до прямой ВС. ответ в этой задаче – наименьшую длину имеет отрезок АФ.